после того как мы скушали печенку козлика нам показалось этого мало вот и мы решили добраться до печенки у оленя поэтому мы уже подготовились более серьезно взяли якутский нож и будем уже оленя блин ну тут придется долго его как илья говорит котлетное мясо обрезать неудобство заключается в том что олень у нас висит и он не поворотный и нам приходится вокруг его ходить но что не сделаешь как говорится трудность еще составляет в том что когда он немножко под дубеет сколько на нем клещей блин ужас для как брыдка стала и не знаю него в районе паха я сейчас тошнит штук сорок как минимум и как то ж не гибнут животное от этих клещей от всего этого народ мы пили что антон добыл козла но такое случайно оленя я извиняюсь оленя но такая полива до 1 полива так вот одним словом когда я разбирал мы в этот момент выключили камеру для того чтобы ну как бы не затягивать это видео одним словом антон стреляет на камеру она правильно видно антон стреляет оленя пулей полива полива 6 попадает пуля абэр вот это случается наверно один тот раз раз в жизни когда муля в пулю пуля в пулю и в оленя вот вот это сенокоз вот действительно интересная картина то есть кто добыл оленя непонятно но одним словом надо пить вариантов тут как бы нету походите что он забирать просто не раскладывать а туда отнести и разрезать на куски ну то есть на равной части там обрезать кости дима иди-иди-иди-иди сейчас упадет мясо на дима фан расти нам все равно обрезать надо вот тут расстелите целлофан и все обрезать обрезаю даю замахаешься дима обрезать и 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 вон два ножика так что можете сидячить с превеликим удовольствием кто как хочет как резать как получаешь пожилка стараться мысли с коси срезать два попадания да мы все равно по сути святого до нужны половые места разбивалась у нас сюда гладкая что так не разобьет почему я сразу когда подошел надо надавил ногой там очень но булькала от гладко она не пулькает а что там ножей больше нету так спрашивайте интерес есть и крест нечувствую понял да тут ножиком хер ты тут разрежешь сделаем я выбрал точно забирать что с ними делать этот вопрос каждый задает себе когда приносит и домой когда женка смотрит и говорит на хера с коровом может фонарик потушить что-то за паракуда такая коробка это короткое тело поставил там ну можно такое можно такое длинное можно коротко ставить а в длинном 2 батарей на а в коротком одна ну то есть там идет в комплекте какую хочешь ну какой удобно на данный момент яркость свет отличается нет но только на время горения так область и и и и и и и и и а этот андрей тогда активно поливал я как-то на это внимание не обращаюсь хотят пописать а и попишут а 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 тут хоть полин вице как полин вице а 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 так надо тут максимально обрезать чтобы дома не заниматься этим геморроем потом реально хочется спать надо разрубить эти кости поделись кумпяки обмыть мясо сложить это все по пакетикам и ехать домой потому что уже у нас вроде бы 8.30 до 7.05 а а вот ну что будем как-то кумпяки кумпяшись подводя итоги нашей охоты вот они вот мяско которое мы поделим нас было 6 охотников и я считаю что сегодня на этой охоте было очень много интересных событий первый козлик который был добыт Ильей и Костей они стреляли дуплетом по козлику и было сразу два попадания это ихний первый трофей на двоих такие случаи они очень редкие но самый запоминающийся запоминающийся фактор который произошел на данной охоте первый выстрел сделал Антон с гладкого ствола после чего олень начал двигаться и я сделал второй выстрел когда мы подошли народ не даст соврать что мы увидели одну дырку но когда я ногой повел по грудной клетке я сказал что должна была быть ну и как бы моя пуля туда прилететь но дырка была входное отверстие да было одно по итогу когда мы разбирали мы обнаружили вот такую вот картину то есть пуля полева шесть и в то же самое отверстие зашел АБР потому что другого раневого канала там просто не было да другого раневого канала не было в тот момент когда эта пуля она была под кожей с обратной стороны вот то есть мы достали вот такую вот картину такое бывает наверное раз да вообще если бы кто то рассказал не поверил бы да то есть сказал бы ну что это бред какой то попасть да один человек попал а второй побегущий попал в это же отверстие естественно это случайность но эта случайность очень интересная и я думаю она нашему коллективу запомнится надолго это мы сохраним да это надо в калибре поставить вот такой вот бывает как у Робин Гуда стрела в стрелу да тут даже круч да тут два Робин Гуда да один метко попал а второй метко повторил добавил вот такая вот ситуация если понравилось видео ставь лайк если пуля поле ва-6 скм индустрии скм привет да а также украинцам также привет от патронов АБР АБР да вот если не верите что такое происходит ставьте дизлайк если верите ставьте лайк ну подделать это просто да и зачем нам это нужно было правильно да вот такая вот интересная ситуация произошла у нас на охоте всем всего доброго до новых встреч извиняемся что не смогли снять моменты выстрелов потому что это было неожиданно да спонтанно и мы с Димой не сообразили включить камеру не успели все всего доброго до новых встреч до следующих видео до новых встреч я